3.20 утра, 26 июня 2021 года. Мы в машине, солнце встает на востоке и начинает светить в боковые зеркала. Наш маршрут до Крыма начался от поселка Иллиногорск Нижегородской области. Решили стартовать с дачи, накануне загрузив машину. За бортом 20 градусов, в машине четверо человек. Авто забито под самую крышу при учете дополнительного багажника на крыше. Ну, с Богом! Начало пути комфортно, в низинах стоит утренний туман. 3.35, проезжаем Вязники. Еще вчера приняли решение ехать через Скат. На нашем пути первый поворот с трассы М7 на Владимирскую объездную. Поначалу дорога хорошая, мало машин. По объездной до поворота на М7 60 км. Ближе к съезду дорога сужается и становится двухполосной. Приходится плестись за фурами. Пока есть интернет, мой вам совет. Скачайте на телефон и в навигаторы карты Крыма. 5.06, съезжаем с объездной на трассу М7, температуром 21 градус. До поворота на Скат 110 км. 5.51, проезжаем Петушки. 6.03, Покров. 6.32, поворачиваем на Скат. Первый платник. Важный гаджет для платных дорог – транспордер. На Скаде можно и без него, оплатить можно на сайте Автодора. Но для комфортного проезда лучше транспордер приобрести. 6.37, едем под Скат. Дорога как зеркало. Машин практически нет. До поворота с Ската 90 км. 7.19, машин становится больше. До съезда 18 км. 7.27, съезжаем с Скат. Дальше наш путь на Воронеж. Развязки здесь сумасшедшие. За дорогу под Скаду мы заплатили 288 рублей. Стоимость у всех разная в зависимости от габаритов машины. Трасса М4 Дон, платник. 7.40, машин мало. По дороге на Воронеж собираем все платники. Пересекаем АКУ и встаем в пробку. Время 8.10. Плетемся. Очередной платник и мы покидаем Московскую область. 8.27, въехали в Тульскую область. Время наслаждаться видами из окна. А у нас на пути новый въезд на платный участок. И опять списание. И снова списание. 10.30, за бортом 33 градуса. Транспортер – классная штука, но были сбои. Это мелочь, которая немного щекочет нервы на заездах. По дороге много заправок, но мы отдавали предпочтение Лукоилу и Газпрому. На заправках можно размяться, заправиться и перекусить. Но и в лукоиловских заправках машин больше, все торопятся. Поэтому очень нервируют брошенные машины у заправочных колонок. Инфраструктура заправки позволяет заправиться и, отъехав на свободное место, сколько угодно кушать и ходить по туалетам. 12.29, подъезжаем к Воронежу. Дорога отличная. Первая остановка на отдых. На улице очень жарко, порядка 36 градусов. Мы быстро возвращаемся в машину. На парковке есть бесплатный туалет и возможность умыться. 15.42, въехали в Ростовскую область. Жара невыносимая, 39 градусов. Говорят, в Ростове очень жесткие инспекторы, но нам повезло, нас не останавливали. 18.06, до Ростова 170 километров. Солнце клонится к закату. Последняя пробка забрала много сил. В Ростовской области много пробок и очень затяжных. Лучше всего проходить этот участок либо рано утром, либо ночью. Чувствуется усталость. Сначала решили остановиться в Каменск-Шахтинском. На бугеньке нашли вполне приемлемый отель, два номера, 3000 рублей за ночь. В фотке хорошие отзывы отличные. Отель «София». Правда, я пропустила информацию, что деньги не возвращаются. Отель искала я, оплатил муж. Дорог в этом городе нет, совсем как после бомбежки. Но когда подъехали к этому отелю, дороги потеряли свою актуальность. Бомжатник. Мы развернулись. Муж без злобы подколол. И мы поехали искать нормальный ночлег. Но уже не через букинг, а по Яндексу. Берите это на заметку. Отель «Феникс». Стоимость за два номера 4800. Не дешево. Не лакшери. Но переночевать вполне себе. Сразу без проблем оформили, заселили. Мы помылись и отлично выспались. 2.30. Мы в пути. До Керчи 600 километров. За бортом 22 градуса. Сегодня 27 июня 2021 года. Очередной платный участок дороги. Машин мало. Проходим быстро. Над полями Кубани поднимается южное солнце. Въезжаем в Краснодарский край. Дорога свободна. Все, по-видимому, еще спят. Немного подумав, решили ехать через станицы в обход платных дорог. И по обе стороны потянулись бесконечные поля. 5.20. Идем без пробок. 6.17. Мы все ближе к месту назначения. По дороге останавливались покушать в кафе помпончик. Хорошие, чистые, без пафоса. Это федеральная сеть кафе, которая встречается по всей дороге от Москвы до Краснодара. Выдержанное меню, вкусно и недорого. За 4 взрослых человека чек выходил на 1300-1400 рублей. 6.46. Вечная пробка на переезде. Двигаемся к Крымскому мосту через Темрюк. 8.08. Проезжаем Славянск-на-Кубани. Сегодня 27 июня 2021 года. Дорога лежит через город. Если что-то забыли купить, здесь можно докупиться. 9.27. Подъезжаем к Темрюку. Поток машин уплотняется. До Крымского моста 73 километра. 10.12. На улице 26 градусов. Скоро мост и нам нужно пополнить запасы топлива. В Крыму бензин будет дороже на 2-3 рубля. Скоро Тамань. Дорога хорошая. На горизонте появилась полоса Азовского моря. 10.40. Одна из последних заправок перед мостом. Въезжаем на Крымский мост. С одной стороны Черное море, с другой Азовское. 10.57. Знаменитые арки Крымского моста. Наше путешествие началось от поселка Иллиногорск Нижегородской области 26 июня в 2.30 ночи. И 27 июня в 10.57 мы на Крымском мосту. Впереди Керчь. За время поездки по платным дорогам с нас списали 1248 рублей. Сразу оговорюсь, это с учетом возврата. Что хочется сказать путешественникам. Не стоит гнать коней и отдыхайте чаще. Обязательно останавливайтесь на ночлег. И поиск отеля мне больше понравился через Яндекс.Карты. По дороге очень часто пропадает интернет. Поэтому хорошо, если у вас в телефоне две симки разных операторов. Или просто два телефона. Классно, когда в машине и есть возможность раздавать Wi-Fi. Заранее решили заехать в Керчь и купить местную сим-карту за 680 рублей. Благодаря этому в Крыму у нас в машине всегда был Wi-Fi. В телефонах установили опцию на МТС роуминг как дома за 100 рублей. Слабенький, но был и мобильный интернет. Керчь мне не понравился. Показался пыльным и серым. На выезде из Керчи останавливались на заправке Атан. 95-й бензин 52 рубля 92 копейки. 92-й бензин 48 рублей 11 копеек. Дизельное топливо 52 рубля 89 копеек. Чистота и новизна туалетных комнат приятно удивила. 12.35. Берем направление на запад полуострова. Крым нас встречает маленьким слипым дождиком. Проезжаем знаменитые Белые скалы. Едем по Тавриде. Дорога отличная. В Крыму все поля в Маках. Я не удержалась. Остановились на небольшую стоянку. Это наш стойкий железный конь, перенесший более 2000 километров и дикую жару до 39 градусов. На западе останавливаемся в поселке Громово. Рядом много населенных пунктов с жильем, но в этом поселке подешевле. Заселились в гостевой дом у Елены. Телефоны оставлю в описании. Большой трехкомнатный номер обошелся в 3000 за день. Скажу сразу, путешественнику с претензиями не зайдет. Но меня очень устраивали габариты номера. Наличие своего санузла и душа. И прямо дверь в дверь большая кухня, полностью упакованная кухонной утварью. Честно говоря, в номере мы только ночевали, поэтому особой красоты мне было и не нужно. Дворик в розах, тишина и порядок. Особенно приятно, что на территории первые два дня мы были совершенно одни. В этом гостевом доме можно было снять номер на один, на два или на три дня. Таких условий бронирования не было больше ни у кого. Теперь немного о пляжах. Во-первых, в пяти минутах езды от отеля Касаби-Ляус с чистой, но холодной водой. И прямо за поселком по грунтовой дороге по направлению от сотовой вышки в трех-пяти минутах шикарный, тихий, дикий пляж. Шикарная береговая линия, песчаный откос, ну и вот вода. Мелкий пляж, очень хорошо для детей. Шикарно. Чуть в стороне пляж поглубже для тех, кто любит понырять, покупаться. Такой отдых могу только всем рекомендовать и желать. Температура воды порядка 21 градуса. Беговая линия очень-очень большая. На следующий день поехали в город Черноморск за покупками. До города 18 километров. Дорога не Таврида, конечно, но ехать можно. Маки-Варжи красиво. Город красивый, зеленый. Прямо на въезде большой хороший рынок. Много магазинчиков, аптек и оптик. Ресторанчиков и кафе. Но я расскажу о Чебуречной. В нее едут со всех сторон. Находится она на улице Почтовой. Здесь всегда огромные очереди. Но нам повезло, приехали рано утром. Заботливые тетушки прямо при вас готовят такие чебуреки, что даже те, кто на диете, забывают обо всем. Всем рекомендую. Цены на фрукты и овощи примерно такие же, как в Нижегородской области. В овощной палатке я купила отличные розовые помидоры. Местного производства за 140 рублей. И черешню за 180 рублей. Ароматную зелень за 35 рублей за пучок. На следующий день, 29 июня, принимается решение попытать счастье на косе Беляус. Это от Громова в направлении поселка Знаменская и до отеля «Замок Викинга». Мы выставили станцию. У нас холодильник работает. В нем всего 6 градусов. Сегодня нет лагеря. Сегодня у нас пробный заход. Поставили тент от нашего быстрого лагеря. Немножечко нужно пройти, и будет море. Много выставлено лагерей, машин. Но настолько коса длинная, что все друг от друга довольно далеко. И никто друг другу не мешает. Ну вот уже, собственно, и море. Оставляем тапочки. И вот оно, береговая линия. Там далеке наш маленький лагерь. Пляж, безусловно, шикарный. Народу немного. Море немного волнуется. На улице комфортные 26 градусов. Но всегда есть это пресловутое «но». Вода очень, очень холодная. Чистая, красивая, но холодная. В этом месте обычно с утра волн нет. А к вечеру поднимается небольшая волна. Но в этот раз все правила нарушены. Выбрали отель с бассейном и отправляемся в Межводное. Мы приехали в Межводное. У меня сегодня день рождения. Мы приехали в Межводное. Здесь небольшой поселочек, который состоит из гостевых домов. Вот это там, где мы будем ближайшие три дня. До пляжа здесь три минуты. Пляжей несколько. Есть Дикий пляж, есть городской пляж. И совсем близко, но туда мы не пойдем. Там не очень хороший заход. Территория отеля. Наш номер будет на втором этаже. Это двухкомнатный семейный номер с балконом. На территории гостевого дома есть батуты. Детская площадка. Настольный теннис. Здесь даже есть летний кинотеатр. Можно заказать фильм на выбор за 500 рублей. Если есть желание, если нет, то смотреть то, что, собственно, показывают. Несколько корпусов. И самое главное, зачем мы сюда приехали, это бассейн. Бассейн работает с 8 до 22 часов. В зоне бассейна шезлонги. Навес. На территории работает кафе. При необходимости то есть входят в завтраки. Можно поужинать, можно пообедать. Магазинчик, где можно купить прохладительные напитки, чипсы, мороженое. Ну, в общем, все, что необходимо детям, свежую выпечку. Лестница наверх. Ну, пойдем в наш номер. Сейчас я пройду по балкону, покажу вид сверху. Пожалуйста, море. Это залив, а там уже море. Пляж располагается в той стороне. Есть вот такие шикарные места для отдыха. Наш номер, наш семейный номер, он двухкомнатный. Номер 2. Первая комната. Здесь разбирающийся диван. Телевизор. Небольшая кухонька, холодильник. И довольно комфортабельный санузел. Это вторая комната. С большой кроватью. С трехстворчатым шкафом, с тумбой. Комната достаточно большая. Двухстворчатый. И я считаю, изюмином этого номера, это балкон. Вешалочка. Столик, два кресла и вид на море. Отель М-Лак. Ссылку на контакты этого отеля оставлю в описании. Персонал был очень приветливый. Нас встретили и сразу заселили. При отеле работает небольшой ресторан. Не могу назвать его кафе. Язык не поворачивается. Меня поразила кухня. Шеф-повару большой поклон. Мы здесь завтракали. Завтрак входил в стоимость. Обедали и ужинали. Все блюда, что мы заказывали и внешние, и по содержанию, тянули на мишленовские звезды. Если будете в этом районе, заходите просто покушать. Очень приемлемые цены и потрясающе вкусно. Рекомендую. На территории небольшой, но чистый бассейн. Вся территория утопает в розах. Отель Тихий. Подойдет для спокойного отдыха. За номер мы платили 5400 за день, плюс 1000 за завтраки. Как я уже говорила, у моей дочери в этот день был день рождения. И сотрудники отеля отыскали торт, и совершенно неожиданно для нас поздравили мою дочь тортом, свечками и оглушительными аплодисментами. Мне очень жаль, что я не сняла этот момент, было трогательно до слез. Спасибо вам, девчонки. Это очень уютный днем и красивый вечером отель. Теперь поговорим немного за пляжи. Если на машине, то можно отправиться на городской пляж. Лежаки, кафе и много народу. Мы ходили на пляж вечером, но мне он как-то не очень. Гораздо больше мне понравился пляж на въезде в Межводное. Там, где обитают кемперы. Они-то знают лучшие места. Море теплее, вода чистая, но да, есть немного водорослей, сухих по берегу, но это такие мелочи. Вода действительно значительно теплее в этом месте. Есть еще и дикие скальные пляжи от отеля Эм Лак. По направлению к Маяку примерно 3 минуты пешком и вы на море. Пляжная полоса маленькая, но море теплое. Можно отыскать нормальный заход. Этот пляжик мне, конечно, не понравился, но фотки там можно сделать красивые. В Межводном, конкретно на этом пляже, самая теплая вода. Градуса 23, мне показалось 24, но это по ощущениям, воду не замеряли. Проехав по берегу моря, есть и скальные бухточки для любителей понырять. Я там не плавала. Развлечения в Межводном – это кахушки на пляжах, пешеходные улицы с сувенирами и маленький лунопарк с конскими ценами. Просто, правда, дорого. 1 июля 2021 года. Сегодня жарко с самого утра. Маршрут проложен до поселка Стерегущий на самом западе, в 40 километрах от Нежводного. От Стерегущего поворот на Бакальскую косу. Дорога после поворота грунтовая и пыльная. В прошлом году мы были здесь. Машин, конечно, было много, но море чистое и теплое. Но в этом году море было совсем другим. Волны – мутная желтая вода, и я уже пожалела потерянного времени на дорогу. Собираясь уезжать, я заметила с другой стороны спокойную голубую воду. Решили посмотреть. На подходе к воде у меня закралось смутное сомнение. Исключительный берег, полный штиль, кристальная вода и ни одного купающегося. И вот она – разгадка. Туда народа нет. Сюда народа нет. От слова совсем. Зато здесь есть медузы. Подплывает прямо к берегу. Их здесь какое-то бесконечное количество. Вода теплая, а медузы, они, как правило, стремятся к теплой воде. Но плавать здесь я бы не рискнула. Но, собственно, именно поэтому здесь никого и нет. Покупаться на саборде – да. Но вот в стае такого количества медуз, которые могут тебя цапнуть, плавать желаний нет. По направлению к концу мыса медуз стало мало, но снова облом. Большой плакат запрещал купаться. Сильное течение. Море не хотело нас отпускать и подарило нам шоу дельфинов. Я, правда, его не сняла. Дельфины были далеко. Но главное – они там есть. Оленевка. На следующий день на очереди знаменитый пляж Крымские Мальдивы. В этом году дорога построена хорошая. От Межводного до Оленевки 23 километра. Время пролетает в дороге быстро. Рядом с пляжем есть парковка, но свободна она только с утра, а дальше по деревянным дорожкам до самой воды. На пляже раздевалки, душ, кафушки, грибочки и шезлонги. Но, к сожалению, стоимость шезлонгов не узнала. Мы были со своей пляжной палаткой, зонтом и пляжным покрывалом. Идем купаться. Вода в море чистая и теплая. Недалеко от Оленевки находится мыс Тарканхут. Всем любителям морских прогулок понравится. Катера разного калибра ожидают всех желающих на водной глади под скалистым берегом. Бравые горячие парни отвезут вас посмотреть затопленный корабль, белоснежный маяк, гроты и чашу любви. Стоимость поездки на одного человека в среднем составляет около 1000 рублей. Мне показалось, дороговато. Помотавшись по пыльным дорогам, решили заехать на мойку самообслуживания. Она располагается на выезде из города Черноморск в сторону Межводного. Здесь за 150 рублей мы помыли машину спиной, обмыли водой, помыли коврики и обработали ее воском. У нас в Нижегородской области за 100 рублей едва успеваешь со слабым напором просто обмыть машину водой. За мойку 5 баллов. Затем заехали на заправку Атан. Хочу отметить, что продукты и прочие товары продают по цене обычных магазинов. 3 июня. Отправляемся в поселок Поповка. До места назначения от Межводного 77 километров. Вот этот отель, кстати, тоже очень неплохой. Сама дорога не очень, а вот вид из окон прикольный. Попадались совсем свежие поля с подсолнухами. По дороге пересекали залив Донузлав. В этом узком месте на заливе очень много уточек. На повороте на поселок Поповка и город Мирный стоит вот такая будочка. Здесь написано самса. Еще в прошлом году мы, проезжая мимо этого поворота, купили себе самсу. Мы год не могли ее забыть. Поэтому в этом году мы снова нашли эту машину, этот поворот. И сейчас мы купим эту самсу. Жаль, что запах не передает телефон. Затем была красивая Андрейская церковь и целое поле ветровиков. Город Мирный прямо, а нам налево, на поселок Поповку. Он расположен на той же косе Беляус, только с другой стороны. Немного прокатившись по поселку, решили отправиться в кооператив «Нептун», расположенный на косе между морем и заливом Донузлав. Мы долго искали номера, соглашались сдать только от трех дней. Стоимость за двухкомнатный номер от 5000 рублей. И мы в первый раз столкнулись с многочисленными отказами. Но мой супруг человек упертый. Оставив нас в машине, он зашел в сам поселок и вернулся с победой. Мы сняли прекрасный номер на первом этаже с видом на Донузлав. Так вышло, что погода испортилась и часто шел дождик. Но это такие мелочи, если вы на Донузлаве. Начну с номера. Во-первых, до воды 10 шагов. Большие окна, диван. И сюда идет вторая комната. Дополнительное место, большая кровать, зеркало, шкаф. В каждой комнате кондиционер, телевизор. Но мебель, честно говоря, старая. Номер просторный, с двумя комнатами и полноценной кухней, оборудованный всем необходимым, вплоть до продуктов. В номере большая просторная ванная комната. Стоимость этого номера довольно высокая – 6 тысяч за день. Вода в заливе была теплая. Полное отсутствие волн позволило вдоволь наплаваться на сабе. Я нанырялась с маской, поймала крабов, мидий и прочей живности. Иди, смотри, Саша, я его выпускаю. Пусти поглубже, поглубже. Я его выпущу сейчас, Саша. Ну что, Лен, как тебе улов? Да круто. Еще чуть-чуть вся. Иди к маме, к папе. Поймала еще одну живоделку. Если хотелось трэша, можно было потратить 3 минуты и оказаться на море. С другой стороны кассе с чистейшей, но очень холодной водой. По вечерам в этом месте была дискотека. Можно посидеть в кафе прямо у воды. Отличное место для отдыха с детьми. Рекомендую. Единственное, нужно заранее побеспокоиться о номерах. Найти дешевый вариант вполне возможно. На этом отельный отдых решили прервать. И 8 июля отправились на кемпинг. Дорога недальняя. Вернулись на Касубе-Ляус. Лагерь разбили недалеко от замка Викинга. Место хорошее. Кемпинг бесплатный. Рядом были платные туалеты и места для мытья ног. В наличии у нас были палатка-шатер, палатка для сна трехместная, палатка для сна двухместная, палатка для биотуалета. В шатре была оборудована кухня. Отмечу очень удобный стол. На нем и плитка помещалась, и места для готовки достаточно. Столик этот с внутренними полками с дверцами на молнии. А также стол для вечерних застолий и стулья. Предмет туалетного комфорта, душ и энергетический центр нашего лагеря – солнечные батареи. Они с лихвой покрывали все потребности в электроэнергии. Заряжая холодильник, он, кстати, держал в жару 2 градуса. Все телефоны, планшеты и аккумуляторные лампы. Над лагерем позже установили большой тент. И в этот раз, к сожалению, чуда не случилось. И вода была очень холодной, но красивой. Поэтому я, невзирая на эти мелочи, забегала в воду и ловила от этого удовольствие. Куда ж деваться-то? Мы на море. Поговорив со сторожилами, выяснила особенности косы Беляус. Оказывается, есть закономерность холодной и теплой воды. Если ветер с моря, вода будет теплой. Если ветер с земли, будет холодной. Так что, ловите ветер. Теперь, коротко по советам. Их пока немного, я начинающий кемпер. Для палаток берите самодельные колышки. Они некрасивые, зато крепкие и в море не проснетесь. Для очистки ног и комфорта в палатках и шатрах берите резиновые коврики. Тазик с водой совсем не зашел. Палатка хорошо, но навес все равно нужен. Наш был очень плотный, вполне подошла бы строительная сетка. И для установки навесов берите с собой палки, деревянные или металлические. Для сушки белья обязательно нужны прищепки или современные сушилки сразу с ними. В этот раз больше советов нет, хотя, ну, разве что один. На кемпинге главное не палатка, не стол или лампочки. Главное, хорошая, большая и дружная компания. Этого нам сильно не хватало. На этом я прощаюсь и оставляю вас с успокаивающим звуком морского прибоя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok